Пошел нахуй, пидорас! Здорово! Здравствуйте, здравствуйте, мои сладкие зайчики. Короче, сейчас я вам опять историю расскажу. У меня, блядь, ни одного дня без истории не проходит, ребят. Ну, это просто какой-то пиздец. Пошел нахуй! Следующий. Так, короче, стоило мне только, блядь, из Алексеева выйти. Вперескоп и рассказать вам историю, как я, значит, закончил тренировку, поехал домой, вызвал такси. Блядь, таксист оказался бодибилдер, блядь. Мужику на вид лет 45. Блядь, он меня одолел. Знаете, такое состояние, когда ты едешь, короче, полностью опустошенный, после тренировки у тебя нету ни сил, блядь, ничего, ни желания разговаривать, блядь. Ты уставший, загибавшийся, блядь, ты злой, нахуй. И тут в такси он начинает, блядь, рассказывать мне про Эру Дориана Ятса, про то, ну что, как там белый на Мистер Олимпия, про то, блядь, ну что, есть ли какие шансы, про то, блядь. Да пошел нахуй, откуда вы бежите, уебащий, блядь. Вот, про то, собственно, как накачаться, вот, да смотрит и смотрит, господи. Про то, блядь, я буду банить пидоров, потому что, блядь, они меня все больше и больше злят. Потом начал, господи, блядь, короче, чего он только меня не спросил. Я не могу понять, блядь, ну почему, как вам объяснить, в чем, я понимаю, что все это, как бы, людям интересно, любопытно, блядь, ну я же, когда еду в такси, я не спрашиваю, ну как оно, что, как работа таксистом-то, что заебись вообще, как таксистом-то стать, что для этого надо-то, чтобы стать. А то, вот, я всегда хотел стать таксистом, да, блядь, у меня никак не получается, но я-то очень хочу, а как заработки вообще таксистом, а как вообще, машина как, слушается, не слушается, что, как ломается-то часто, не часто ломается. Блядь, ну хуй знает, ну честно. Как-то люди, блядь, такие любопытные, если честно. Блин, есть даже правило такое, насколько я знаю. Им вообще с клиентами запрещено разговаривать. А мне похуй, это мое сравнение, мой перископ, что хочу, то сравниваю. А вот, уменьшился, пиздец, ты дурак. Ты, блядь, не дурак, ты долбоёб. Чё-то хотел вам... А, воп, вспомнил, блядь, пацаны, вспомнил. Ща буду взрывать ваши пуканы. Ну, хотя ваши, конечно, я взрывать не буду, пуканы. Но в целом, блядь, общая концепция доставит, как всегда. Я объясню, к чему я расскажу, короче. Сейчас. Да ты ж заебали вы, блядь, спрашивать меня, какой старт будет, ёб твою мать. Короче, рассказываю. Сегодня в одной группе увидел, короче, новые фотографии Стива Куклы. Ну, кто в курсе, тот в курсе, кто такой Стив Кукла, да. Вот, в принципе, не самый топовый спортсменов штатовских, но довольно-таки неплохой. Вот, и, короче, посмотрел я его фотки, и хочу сказать, что добавил он очень-очень даже сильно. Потом посмотрел фотографии Виктора Мартинеса. И хочу сказать, что Виктор Мартинес сильно увеличился. Посмотрел фотографии Делоросы. Блядь, Делороса очень увеличился. А теперь слушайте, ребята, мораль. И готовьте свои пуканы, блядь, к тому, чтобы, блядь, из них извержение вулкана началось. А извержение вулкана связано с очень простым выводом. Не будет, блядь, никакой вам золотой эры. Ее, блядь, нету. И ее не будет. Тенденция, блядь, того, что сейчас происходит, если у вас глаза не на жопе, очень простая. Бодибилдинг отдаляется от мэнс-физиков, от классики, блядь, от чего угодно. Она отдаляется в сторону монстризма. И дальше будет отдаляться только еще больше. Ебали все в рот этот ваш эстетик, этот ваш аэстетик и прочую всякую поебень. Она никому не интересна в бодибилдинге. Люди хотят видеть чудовищ, блядь. Соответственно, тенденция задана, блядь. Каноны заданы и все хуярят в рамках этих канонов. Как вы видите, блядь, все увеличивают ноги. Колоссально увеличивают ноги. Ебические просто ноги у профессиональных, блядь, атлетов становятся. Как вы видите, все, блядь, просто чрезвычайно увеличивают дельты. Вот. То есть там, если у тебя дельты не шары, то ты не, блядь, ты не про. Иди нахуй. Вот. То есть как бы вы, ну вы сами видите. Вы просто посмотрите фотки. Похуй на красоту, да. Вы сами видите фотки и сами можете оценить, что происходит и в какую сторону все движется. Поэтому хочется пожелать людям, которые постоянно, которые постоянно говорят о том, что Кока-Ко, эстетика рулит. Все движется в сторону эстетики. Масса, масса это не главное хуйня. Главное, блядь, это сохранение общих пропорций. Во всем остальном, блядь, масса и качество мускулатуры играли, играют и будут играть главную роль. Вот. Поэтому, блядь, это, конечно, смешно становится уже слушать эти выводы людей, которые там что-то рассказывают про то, что масса, блядь, ничего не решает. Она нахуй все решает. Просто все. Вот. И хочу сказать, что да, идет, блядь, точно так же тенденция в сторону увеличения, улучшения детализации мускулатуры, ее проработанности, ее глубины, блядь, ее качества. То есть, ну, по сути, все движется к тому, что, блядь, на сцене будут чудовища, блядь, стоять. Это тренд. И этот тренд не сменится. Он людям интересен. Это пиздеж о том, что люди отворачиваются от бодибилдинга, и что людям не интересен такой бодибилдинг. Это пиздеж. Чем более, блядь, ужасные и не человекоподобные становятся Нокулаев и, блядь, никого еще не выиграл в ПРО. И что Нокулаев? Нокулаев не монстр, да. Вот. Значит. Соответственно, сами все увидите, я думаю. Рами, да. Даллас Маккарвер понравился. Но там надо еще спины навернуть. Рули Винклар, блядь, просто чудовище. Нереально, блядь. Пределов? Пределы есть, но никто не знает, какие эти пределы. Это все равно, что говорить о том, что... Какой предел, блядь, в жиме лежа. Люди, блядь, уже под 500 килограмм жмут и приседают уже 500 и тянут. А спросите 10 лет назад, думали ли о том, что это будет возможно, блядь. Все скажут, нет, нереально будет такое, да. По факту, блядь, мы имеем то, что имеем. Жмут, приседают, тянут. Поэтому и в плане спортсменов все будет двигаться в сторону, блядь, монстризма. У кого есть такие данные, блядь, у кого изначальная генетика, блядь, настроена на то, чтобы превращаться в чудовище, тот, собственно, и будет, блядь, рулить. А вся ваша, ребята, эстетика с весом в 90 килограмм и ростом метр восемьдесят, ну, это... Это не туда, это мимо кассы. Блядь, еще какой-то идиот, что-то вообще... Тренировка? Да, нормалек сегодня я отбомбил хорошо так дельты. Поэтому я, в принципе, такой довольный приехал. Ну, я охуенно, блядь, уставший. Вот. И есть еще одна маленькая проблемка, блядь, которая... Ой, ебать, блядь, которую я вам не озвучил. Ну, как маленькая проблемка, большая. Я, короче, шею защемил. Вот. Шею защемил, сука, очень сильно. И не знаю, что теперь делать, потому что у меня голова влево-вправо не поворачивается. Она двигается у меня только в оси в рамках вперед-назад. Срущих мужиков сегодня нет, не видела, короче. Не виделось, вот. А в этих пидорасах, да, они есть всегда. Есть, знаете, такие люди, которые вот мимо вас проходят, короче, в зале туда-сюда. И вас блевать тянет просто от самого вида этого человека. Вот. Просто смотришь, думаешь, гнида, блядь, исчезни, мразь, тварь, скотина, блядь. Такой, короче, чувак, да, есть там в зале. Он меня, блядь, сука, вымораживает просто. Не могу, блядь. Есть такие, блядь. Вот он реально орг, блядь. От него мало того, что, блядь, разит, блядь. Вот. Мало того, что от него разит. Такой, блядь. Ну, честно, ребят, я не знаю. Я сейчас буду это... Как называется. Я сейчас буду постепенно превращаться в кладезь негатива. Но я вас предупреждал еще тогда перед диетой, что я буду охуенно доставлять вам в перископе. Потому что я буду обкладывать всех матами, говном, короче. Обсирайте все такое. Ну, вот. Так что, в общем-то, вы этого ждали, блядь. Скоро вы вообще будете просто тут. Так вот, рассказываю, короче. Блядь, зачем приходить в тренажерный зал в одной и той же футболке и одних и тех же штанах? Ребят, я не спизжу. Полтора года подряд я вижу его в одной и той же футболке и в одних и тех же штанах. Блядь, он их не меняет. У него нет другой одежды, блядь. На каждой тренировке одна и та же футболка, одни и те же штаны. Футболка рваная, блядь, уже настолько. У меня тряпка половая лучше, чем его футболка. Можете прикинуть, блядь? Тряпка половая у меня, блядь, в лучшем состоянии, чем его футболка. Ну, та же история про штаны, блядь. Ну и про внешний вид, блядь, здорово, пасад. Ну и про внешний вид, соответственно, тоже там без комментариев. То есть, блядь, настолько неухоженный человек, блядь. Настолько, блядь, неухоженный. Это дико просто, блядь. Ты вот смотришь иногда на таких людей и думаешь, ёптую мать, ну я понимаю, что это, блядь, эконом-класс. Ну я понимаю, реально, блядь, что как бы, ну там не у всех есть бабки. Ну элементарно, за 300 рублей купить футболку, блядь, не надо. На, купи просто чистую, блядь, футболку. Купи, сука, чистые штаны, блядь, новые за 500 рублей. Блядь, и ходи в них, зачем же так? Ну это же жесть. Да, ну ты представь, блядь, какой там запах, если это все одевается из раза в раз и не меняется. Поэтому, конечно, это пизду. Да с какого перепугу, блядь? Это что, дети Африки, что ли, я, блядь, должен кому-то футболки покупать, блядь? Пусть работает, блядь, покупает. Это неуважение к товарищам по железу. Что-то я не понял, с чьей стороны к кому. Ромео, ты вообще, походу, все пропустил. Не буду даже отвечать ничего. Зайди на страницу Васипа, ты все узнаешь. Не тупи. Я ебушу, кстати, безлимит. Я не знаю. А, ну да, кстати, есть еще, да, там это, блядь, колбасными обрезками, от которых пахнет. Ну вот. Че-то... А, блядь, знаете, короче, еще история. Сегодня, когда ехал на такси туда, ну я частенько просто езжу на такси, так вот, когда ехал туда, блядь, от таксиста перегаром пахло. Ёб твою мать. Я сижу и думаю, вот, блядь, ну там есть у них телефон же, сервисы, да, типа можно позвонить и пожаловаться, да, сказать, что тебе там не понравилось. Вот. Но я сижу, смотрю на него. Ну, дядька уже такой в возрасте, как... Мне его так жалко стало. Я думаю, блядь, если я позвоню, скажу, что у вас от водителя хуярит перегаром, блядь, мужика уволят, да, он останется, блядь, без работы. Причем не факт, что он потом устроится, потому что такое, блядь, ему там это, как это, могут написать, там нормалек, там что-нибудь ему когда будут увольнять. Я, естественно, говорить не стал. Ну, ёптую, я сидел, терпел, думаю, блядь, ну мужик, ну у тебя рабочий день, блядь, ну ты бы хоть за сутки-то до работы не бухал, ну тебе же людей возить, блядь. Жесть, конечно, блядь, мы живем в стране, блядь, и, блядь, мы гордимся этой страной, ребят, честное слово, вот прям вот от души. Ну вот, не знаю, блядь, это какая-то дичайшая какая-то похуистичность, блядь, в людях, настолько, блядь, дикие, блядь, какие-то просто у нас, блядь, аборигены просто живут, блядь. Тоже мне культурная столица, тоже мне воспитание, тоже мне этикет, блядь. Ну хуй знает. Ну не знаю. Что-то, ну это все на сушке обостряется, ты начинаешь, естественно, обращать внимание на то, на что ты внимания, блядь, не обращал, все начинается, сука, раздражать, блядь, за всеми все начинаешь подмечать. Я, конечно, мужика было жалко, но, честно, блядь, не знаю. Я в следующий раз, если такая, конечно, хуйня будет, я уже не выдержу. Да, да, вот я это имел в виду, силы, что это наша раша, наша, блядь. Вот, а так, конечно, я говорю, один раз пожалел, второй раз не буду. Вот. Как аллергия? Ну, слушай, сегодня я эти уже не ставил, сегодня были другие, поэтому, как бы, ну, аллергия и не пахнет. Завтра вот будут повторяться те же, на которые была аллергия, поэтому завтра поставлю, я вам расскажу. Что касается вопроса, так я же сказал, что я сейчас без машины. В смысле, почему? Потому что я без машины. Ваня нашел спонсора, я знаю, GrowFood. GrowFood сам находит, кого спонсировать. Это не Ваня спонсора нашел, это GrowFood Ваня нашел. GrowFood сам выбирает, кого им спонсировать, и на каких условиях. Это я вот такой маленький секрет раскрою. GrowFood неплохая, на самом деле, контора. Как я смотрю, я общался с их владельцем, поэтому так основательно, я смотрю, он подходит. Пудель, блядь, у тебя между ног, блядь. Ты пойди его побрей лучше сначала, блядь. Недокачанного своего пуделя. Поэтому, да, я думаю, что в этой конторе там как бы все в порядке, они молодцы. Они, естественно, блядь, мне предложили, но Валерий Геннадьевич, он же такая, я вам рассказывал, скромная личность. Слышь, ты, блядь, я сейчас с тобой еще переговариваться буду, блядь. Иди нахуй отсюда. Вот, короче. Валерий Геннадьевич, такая же скромная личность. Вы же знаете, что с Валерием Геннадьевичем сразу ты не договоришься. Поэтому, как бы, мы немножечко позже начнем сотрудничество с Гроуфудом. Вот. Но на самом деле мне любопытно. Я все уже, слюни начинают течь, особенно сейчас, опять же, на диете. Я смотрю, как у них у всех там разнообразное такое питание. Там им, блядь, грудку-гриль привезут. Там у них рыбка какая-то, блядь. Там у них, я хуй знаю, салатики такие, гарнирчики-сякие. И, Валерий Геннадьевич, с утра до вечера, блядь, куриная грудка с рисом, куриная грудка с рисом, треска с рисом, куриная грудка с рисом, треска с рыбой. Это пиздец, конечно. Привет, привет. Адам, Адамов, звук отличный. Ты просто в первый раз здесь. Почему так поздно не спите, Валерий? Иван, вы, видимо, не в курсе, что это то самое время, в которое я выхожу в перископ. Треска. Ну, блядь, заболтался. Ты понял, Джаст. Сахар зам. Сахар зам еще не купил. Я пока без всего, ебты. У меня вечно, знаете, такая тенденция. Я когда на диету сажусь, у меня диета начинается сначала. Она выглядит так, как она обычно выглядит за неделю, за две до соревнований. А потом я начинаю что-нибудь туда добавлять по чуть-чуть. Потому что что-нибудь того не докупил. Этого, блядь, здорово. Этого не докупил, короче. Ну, вот. А потом, знаете, неделю посидишь такой на этом пиздеце, думаешь, ебты моя, что-то я рановато, поджался-то, рановато, блядь. И пошло. Яблочки добавить, персички добавить, короче. Сахарзан добавить, короче. Меда немножечко, ну, вот. Кроме трески, да похуй. Треска или хек. Никакую не предпочитаю. Я не предпочитаю. Все говно. Ну, вот. Насчет фит-парада, так я его и ел. Я знаю, что такое фит-парад. Фит-парад вредный, базара нет. Да любой сахарзан вредный, говорю. Конечно, лучше сахар. Ну, вот. А в целом, как бы, блядь, ну, сахар же нельзя, поэтому. Бананы ты че, конечно, убрал. Какие нахуй бананы? Нет, только яблочки. Стевия тоже, да, нормально. Вот. Да персики тоже ненадолго. Это так чисто. Побаловаться. Ебты, я уже не помню. Без бананов? Да норм. По хардкору, блядь. Как, как. Ешь орешки, представляешь, что банан. С цикорией я уже рассказывал. Не пью цикорий, блядь. Это очень вредная хуйня. После него ебическое начинается изжога, блядь. Любой сахарзан вреден, блядь, ребят, ребят, вы че. Вы как вчера родились. Денис, да ты красавец, блядь. Скоро торговлю начнешь. Все для пацанов. Кому петрушку, кому укроп. Доставка почты на велики возить будешь. Лайк, блядь. А, блядь, моя шея, сука. Здорово. Блядь, как вот бесят такие недоебки. Вы слышите у меня за окном вот это, а? Вот это. Уиу, 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 блядь. Уиу, сука. Уиу, уиу. Слышите, да? Это какой-то удачины, блядь. Сигнализация, знаете, такая, которая вечно срабатывает, блядь, и не выключается всю ночь. Когда ты хочешь из окна, короче, сбросить горшок на эту тачку, но не понимаешь, где эта тачка. Ой, как это, блядь, злит, это пиздец. Я столько раз уже хотел на какую-нибудь тачку, на такую пилику еще сбросить из окна. Кирпич, блядь. Хуй знает что. Но ты смотришь и не видишь, где эта поебень, куда сбрасывать, блядь. Злит ужасно, конечно. А так хотелось, блядь. На каком? Да на махах, блядь. На каком же еще? Нет, у меня нету тачки, моя не орет. Да, фары мигают. Так я потом и говорю, смотришь, блядь, но ни хера не видно, у кого они мигают, понимаешь? В том-то и дело. Блядь, моя шея, сука. Яйца жалко на тураху. Ай, серфи. Да, кстати, странно, почему они так сделали, да? Чтобы можно было наполовинку хотя бы его свернуть. Слушаешь такой, параллельно что-нибудь делаешь. Через час в зал, нихуя себе. Блин, народ, это пиздец. Она у меня почти не поворачивается. Это очень-очень неприятно. Че делать-то? Послезавтра-то ноги. Не поворачивать. Это отлично, блядь. Что делать? Не поворачивать. Классно. У вас советы огонь просто. Что делать? Пройдет. Блядь, вы такие добрые. А сейчас-то че делать? Ну, понятно, что в неправильном положении был. Хули, такая мне от фразы, что пройдет, легче не становится. Сейчас-то мне че делать? У меня голова не поворачивается. Я глазами только поворачиваюсь, блядь. Забудь, это тоже очень хороший совет. Спасибо. Резко поверни, блядь. И после этого, нахуй, уже все. Спокойной ночи будет, да? После резко поверни. Массируй шею. Да как я ее помассирую-то? У меня руки болят. Я их качал вчера. И плечи болят. Я их качал сегодня. Одни говорят, грелку положи. Другие говорят, лед положи. Вы это, определитесь, че класть-то, блядь. И пластырь наклеящий на жопу. Точно. С вашими советами, блядь, я вообще кони бы двинул. С одной стороны, грелку положи, а с другой, короче, лерт, блядь. Это гениально вообще. Че-нибудь должно помочь, да? Нельзя мануальных терапевтов, потому что если делаешь мануалку, Валерон опрув, то да не, я никого не опрувил, не знаю. Вроде никто не выебываться, так все на месте, значит. Никого не баню. Это, че я говорил, нельзя делать мануалку, потому что если мануалку делаешь, то нельзя нагрузки потом некоторое время физически давать. Иначе все к хуям соскочит. Вы чего, ребят? Не в курсе, что ли? Ромера, блядь, очень смешно. Сука. Блядь, башка реально не поворачивается глазами, только к вам такой. Эйц. Либо целиком надо. Блядь. Выпей. Я выпил сейчас, как раз вот только что грузовался, и БЦА, и глютамин выпил. Че-то не помогает. Помогает. Не помогает че-то эта хуйня, ребят. Запускаем, конечно. Запускаем, если это поможет. Перекачал трапецию, блядь. Да она сама, сука, выросла. Через пару дней. Да, блядь, у меня послезавтра ноги. У меня со штангой приседать в защемленной шее. Это очень проблематично, честно. Она еще сильнее щемнется тогда. Ну, Турахов, вы, блядь, странные извращенцы. Вы запарили у меня в перископе телок цеплять. Че-то лайки ставят кто-то один, короче, остальные молчат. Кто-то один, блядь. О, началось, блядь. Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Покалитесь, кто был тот единственный, кто ставил мне лайки. Такие светло-салатовые. Признайтесь, кто был так добр. Пока гетеролайки. Это был не я. Говорите, че, интересно же, кто такой, блядь, положительный, фиолетовый. Ну, а почему крестик должен быть в размер шеи? Он просто должен быть. Это что за плядь? То им цепочка нужна, то крестик маленький. Ты мой хороший, спасибо. Жаня Михайловича. У меня салатовая, я понял. Нежно-розовый. Ой, какая прелесть. Розовые пацанские. Не, а, нет, ребят. Есть согревающий напиток, блядь, алкогольный. Могу забухать. Говняный, ты, наверное, не в курсе, у нас это цвет избранного. Каждый вечер у кого-то говняный цвет. Говорит, в этот вечер считай, ты избранный. Так что гордись этим. Если у тебя говняные сердечки, оставь больше. Наоборот. Это как бы, блядь, этот сегодня ты избранный. Таксист? Да не, он спрашивал, говорит. А-а-а, сука, погодите. А-а-а. Он спрашивал, говорит, а че там, как на Олимпии, говорит, все черные. После Дори она говорит, так, белых и нету. Кто, говорит, был бы первый. Я говорю, да-а-а. Кругом одни негритосы, говорю. Первую тройку, говорю, вообще, говорю, одни негритосы занимают. Он говорит, ясно, понятно. Катлер же. Ну, уже есть. Ну, это же давно было. Да, короче. Ребята, забейте, блядь. Грим у него темный был. Ха-ха-ха. Че вы. Ничего тогда. Наверное, это у тебя соевый белок там. Блин, пацаны, да ну в жопу это. Нереально, блядь. Вообще. Вообще жопа какая-то. Как вот жить-то теперь дальше, а? Пиздец. Э, блядь, не знаю, где грелки, хуелки. Че ничего не знаю. Лежу тут один. И мучаюсь, блядь. Пожрать нет еще. Я выпил изолят еще 20 минут. Ну, приезжай, сделай мне массаж. Че. Говорить-то вы все гораздо, что он нужен. А вот хуешки кто сделает. Финалгонов, чтоб я, блядь, потом всю ночь тут кукарекал, блядь. Ромеиро, ну расскажи, что она же не делает мне массаж. В конце концов, почему я должен лишать себя удовольствия массажем? Мне это, блядь, как это называется, физиологически необходимо. Вот так вот. В конце концов, че вы так реагируете каждый раз? Типа массаж, там, то да сё, но. Вы так говорите, как будто я тут секос кому-то предлагаю, блядь. Я говорю, массаж мне сделайте, ебаный в рот. Правда? Не знаю. Я не пробовал, но раз ты так считаешь, я обязательно воспользуюсь твоим советом и побрею бороду. Блядь, ну это как бы не имеет отношения к массажу шеи. Как бы, блядь, совсем никакого отношения не имеет. Это чисто бонус ты имел в виду, да, на трахахах. Блядь, ребят, ну вы, конечно, жгёте просто, чё я могу сказать. Без вашей пошлятины, блядь, ни одна моя трансляция была бы неполной. Вы прямо у меня, я понял, сбегаетесь, это как это, как это называется. Моя трансляция, место сбора, блядь, троллей-извращенцев. Я понял, я понял. Ёб твою мать, какая гадость. Перенесу как-нибудь, перенесу. Как мухи на пизду. Отличное сравнение. Оригинально. Посмотрите, распугали всех девок, блядь. Вот наверняка девки были, а теперь нету. Ой, ненавижу вас. Ненавижу этот ебаный мужской перископ, блядь. А ведь у меня могли быть поклонницы, если бы не вы. Всё вы, блядь. Скучать по новой арене? Братьев, ты шутишь? Ты всё это держишься, да? Как можно скучать по, блядь, по месту, которое превратилось в дыру после того, когда я из неё ушёл, блядь. И на грани того, чтобы закрыться, блядь. Это они должны по мне скучать. Гомоперископ. Яйца? Не яйца сейчас грибу, а рыба. А какая была? Я не знаю, какая была. Там, где я, там всегда весело. Где меня нету, там дыра. Вот так. Ёб твою мать, отстаньте от меня. По 30 раз одно и то же повторяйте. Я вас душить скоро буду. Моя рука вылезет из телефона, блядь. Схватит вас за шею, за тупой вопрос, который уже пять раз задавали. И начнёт душить, как в звонке прямо, блядь. Вы будете визжать, а моя рука не вылезет, пока не задушит вас. Потом тихонечко уйдёт обратно в телефон, и я продолжу трансляцию. Яйца к шее приложить, отличная идея. Сэнки, так сказать, варимач. Не, ну а чё, ну они заебали сами, Рейн, серьёзно. Одно и то же, блядь, по пять раз. Уже реально, мне кажется, если бы я мог так делать, это было бы заебись. Павлик, ну очень смешно. Ну очень смешно. Если бы вы реально знали о состоянии дел там, то вы бы сейчас, блядь, очень смеялись и говорили бы, Валерон, ну ты красава просто, блядь. При мне, при мне там было тысяча проданных абонементов. Тысяча. И полная, блядь, полный комплекс народу, блядь. Сейчас, сейчас, блядь, любой из вас может это проверить. Просто прийти туда и посмотреть. Гостевой прийти, оформить и посмотреть, что будет там, блядь. Зайдёте в зал и увидите, что там кроме тренеров нет никого. Как может быть набит комплекс, у которого 7 тысяч квадратных метров. Ромейро, блядь, ну что мне тебе доказывать, мой маленький друг, блядь. Есть статистика, блядь, понимаешь, и всё, тут не поспоришь, блядь. Мне-то как бы насрано всё равно, блядь. Есть люди, которые подтвердят всё, что я говорю. Вот так вот. Красавчик, Санёк, спасибо. Вот прям приятно, блядь, такой мажорный такой аккорд. Там нет ничего, чтобы делал не я, блядь. Всё, что пизда-то было сделано, это было сделано мной. Планировки, тренажёры, материалы, блядь. Всё нахуй. Everything. All night long. Мигель и Зорены. Минутка самолюбования. Так я красавчик, блядь, ты разве с этим поспоришь? Мерс отжали турникмена, да, пидоры подошли и отжали. Туалетная бумага, нет, там была специальная баба по имени Наташа, блядь. Она занималась закупками, блядь, туалетной бумаги. Салфеток, мыло и прочие поеботы. Наташа. Её звали Наташа. Да пошёл ты нахуй, а чё ты тогда здесь сидишь-то, блядь, чудо ёбанное. Так смешно, правда? У Алексеева ништяк. У Алексеева хардкор. У Алексеева I like it very much. Там можно идти писать в туалет и даже не беспокоиться по поводу того, что ты нас цышь мимо горшка. Не знаю, о ком это ты, Вован? Что за красивая девушка на баре? Оу-е-е. В Алексеева бесплатно. Если не будешь ссать мимо писсуара, вообще бесплатно. Ну вот, Лёха, молодец. Спасибо, Лёха. Лёха, Лёха. Мне без тебя так плохо. На сердце суматоха, я честно говорю. Правда? Блин, никак не могу вспомнить, как эту девушку зовут. Где жопы? Где сиськи? Где, в конце концов, пиписьки? Я что сюда, просто так зашел, что ли? Даёшь порнуху. Даёшь матершину. Это чё за, блядь, Качковский перископ? Я не за этим сюда заходил. Даёшь скандалы, интриги, расследования. Алексеевы к 11 разбегаются. Блядь, я сам тащусь от своих ноздрей. Мои ноздри, блядь, это моё, как-то... Это моя отличительная черта. У меня негритянский нос. Моё оружие. Нет, не моё оружие. Это у меня просто, блядь, негритянский нос. Просто у меня есть, видимо, негритянские корни где-то очень далеко. О, я, видимо, где-то, где-то, наверное, в пятом поколении я пятница. Вы поняли, да? Ага, негритянская генетика. Да-да-да. Обезьяна в шестом. Ромель-то какой-то сегодня грубиян вообще. Всё грубишь и грубишь. Я даже не знаю. Прям не знаю вообще. Ты прям вывел меня из себя сейчас, понимаешь? Ты видишь, как ты меня вывел? Я сейчас лежу выведенный просто, понимаешь? Ой, блядь, рука немела. Блядь, как я не люблю треску. Мне её сейчас надо есть, а я её не люблю. А запах у трески, это вообще сказка. Песня, блядь. Знаете как? Если хочешь почувствовать запах диеты, блядь, возьми, готовь треску. Вот это вообще прям. Раз запахло треской, понимаешь, ебать, я ж на диете. Точно. Конечно, ты любишь треску, если, блядь, закусывать, заедать её гамбургерами из Макдака. Очень хорошо треска идёт. Хек на веки. Да-да. Да похуй всё говно. У меня орёл. Чё за орёл? Макдак дорого, я понял. Вот, сука, у него опять сигнализация заработала. Блядь, я надеюсь, что, сука, этот урод спать не будет сегодня всю ночь. Чтоб у него геморрой обострился, скотина, блядь. Блядь, ну надо таким ебланом, да, быть? В отпуске на море, блядь. Судя нет, потому что выключает, то как бы это, нет, не в отпуске. Я музыку, какую включат в Алексеево, такую я и слушаю. Очень люблю «Руки вверх». Знаете, там эта песня. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке ты вздыхаешь зря. Алёшке все твои мечты, только о Серёге позабыла ты. И без Лёшки жизнь твоя пуста, ты ещё совсем наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ним издалека, только между вами слёз река. А-а-а, а-а-а, ха-ха-ха-а, красавчик я просто, блядь. Пойду, что ли, ребят, на песню года или куда там надо? Захуярю Лазарева там сначала с вертушки, потом запозирую, ну а в конце спою. Я думаю, блядь, я куда пиздача? Хуль там. Ты, блядь, чё там говорить? У меня один пузан чего стоит. На Евровидении, да, кстати, тоже могу. Спродюсирует меня Филипп. Ну, если он захочет, я его тоже спродюсирую. Ну, я думаю, что Филипп по-любому будет просить, чтобы я его спродюсировал. На этот случай у меня всегда есть большой 40-сантиметровый стропон. И немножко вазелина. Я скажу, конечно, Филипп, сейчас я пробью себе дорогу через постель в шоу-бизнес, блядь. Стразы, да как два пальца. Ты видел мои кроссовки найковские, блядь? Я уже практически на полпути к тому, чтобы носить стразы. Откуда у меня стропон, блядь? На всякий случай должен быть всегда. Мало ли какая ситуация. Неразбериха, ещё что. Достаёшь стропон, и ты наготове. Сколько талия на сцене, у кого? Хайги это толкану на Евровидении, конечно. Я купил себе такие. Я сам себе купил такие. У меня в Инстаграме же есть. Опоздал. Ладно, не расстраивайся. И уставшие мышцы покажу. Конечно, покажу. Да я серьёзно сам купил, ребят. Понравились кроссовки и купил. Ну, чё вы. Блядь, как он заебал с его сигнализацией. Гнида. Да, продавцам-то похуй, но... За 500 рублей купил на распродаже. Да. Женские, женские. Я тоже так подумал, какая разница. Ну, вру немножко, конечно. Немножко вру. Ну и ладно. Приврать-то я люблю. Какао, 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 какао. Сука, вот это текст. Вот это шедевр. Вот это русская эстрада, блядь. Как тут не быть патриотом, блядь. Нельзя не быть патриотом, слушая такие песни. Файна, Файна, ах, какое имя, Файна, Файна. Любая фраза, блядь, в моих устах превращается. Фраза превращается в элегантный, блядь, хит Евровидения. Так, оп-оп, я попрошу, пожалуйста, ребят, не надо. Это очень сильно цепляет меня. Не надо. А так-то да. Та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та. Как-то. Ай, че-то you only one. Нихуй делал бы, Серегу, запел. Запел бы, блядь, он бы даже ничего не понял. Он бы сказал, what is happening now? А я бы сказал, it's me, Сергей, it's me. You my only one. На лобу шутка не пой, что? А ведь та-та-та-та-та. Отучился я от вопросов. Как относишься? Очень просто. Кнопка добавить в черный список. Блядь, работает охуенно просто. у меня черный список уже больше чем подписчиков с эпическим треком ну таки да хохлам то че не съездить к братскому-то народу на сало к вопросам я же говорю с кнопки добавить черный список отношусь к этим вопросами на полном серьезе пополняю его чартерными рейсами каждую трансляцию улетают туда люди просто блять по мановению волшебной палочки сало грелка сало горилка грелка на пианино но щита то я могу конечно щита то могу да к элизы конечно но не все целиком только ту часть которую а выучил все пора вставать пора вставать оп героиня сыграть на пианино да 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 ну я же говорю так это яка лиза там даст бабаха бацал вам прям раз-раз-вопа-опа и все тебе спать надо идти а мне надо идти треску жрать хоп мусорок нет такой я не знаю блять у меня знаете какая проблемка у меня рис закончился мне надо рис сварить кто сварит мне риса сука хоть бы его машина завтра превратилась в велосипед блять трехколесный пидор срань блять ну что за люди а блять ну ребят на это просто я не знаю мне кажется таких людей для них отдельный котел в аду должен быть чтобы он прямиком блять чартером рейса прям в котел сука я не знаю какой там рис у вас готовится 10 минут мой рис нихуя не готовится ваще пианино с балкона ему на машину точно блять сука пианино тяжелая это вообще неподъемная хуйня если честно просто пипец я всегда удивлялся как грузчики блять тащит на ремнях эти пианино это вообще я когда смотрел думал нихуя себе блять это же все здоровье оставить можно пока это пианино переносишь стану в этом отдыхает ваще персону весит блять сто тонн блять как боинг 747 блять весит кстати лифтер это идея блять но я мне кажется довольно странно это будет посреди ночи слышать блять такой выкрик из окна но это блять будет очень смешно чувак кирпичами посрет наверно блять отключить сигнализацию на связках тащит точнее конечно лифтеры чем бля братва ну чё то крис лень варить элитные грузчики блять как вы меня достали со своим перископом а гребаный перископом затягивает меня блять эту столько времени трачу как зайду сюда были на как давай с вами трещать не о чем вот блять старость не радость превращаюсь в эту я стараюсь стараюсь как-то вот стараюсь блять и спать и есть есть спать и качаться ну а как по-другому никак что-то комменты пропали больше ой блять ребят я что-то я все похож пора идти давай ромейро пока план был хитрый план был нагибать ромейро чтоб ромейро ушел спать и когда он уйдет спать я скажу тадам я никуда не собирался уходить мы тут кит там и тут тап тара тата блять мулан пошли рис варить раз такое дело сука сука у я встал блять фу нахуй минуточку дайте глаза верну в орбиты блять а то чё то они мне повылезали да я никуда не бегу я ленивая пизда ой неплохо сука как больно шею врача врача зовите священника зачитайте рис рис заебись хероина оп оп сейчас выпью я сначала рис только поставлю чё вот вам нравится следить за мной блять человек мучается в одной ебало рис себе а в спину прострелила но все пиздец кажется это пиздец мучается говорю в одно лицо а вы скоты издеваетесь блять следите сука за этим за всем а что вы за люди блять так два пакета треногу для телефона пойду пописываю вот что я думаю я зайду к вам чуть позже когда сварю себе еду а то вы опять будете слушать как я писаю а потом обсуждать еще это не хочу все пока окong все пока и все пока